Доброй ночи, дорогие зрители! Начинается у нас матч, вторая карта, The Cache И сейчас мы с Алексеем в перерыве немножко обсудили предстоящую катку И сошлись во мнении, что команда Team Solomit, в принципе, карту The Cache может и проиграть Потому что в онлайне, если вы помните и знаете, Cache у них не самая хорошая карта И, например, с Na'Vi играли они когда-то в 16-14 или на допах, опять же, в рамках ESR-ESA Выиграли, конечно, но сами понимаете, что такое Cache у Na'Vi Поэтому, скажем так, ну, это говорит о чем? Что у команды Team Solomit Cache тоже одна из самых слабых карт, но они ее не вычеркнули Они почему-то отказались против команды Cloud9 играть Cobblestone И почему? Не знаю, видимо, Cobblestone, опять же, Team Solomit к этому турниру не подготовились Не подготовили Ну и почему-то на ножи были готовы у нас стримеры, а вот потом нет Наверное, нужно было обсудить какие-то ключевые важные моменты А по поводу еще Cache можно сказать то, что эта карта у Cloud9 чаще всего, скажем, самая любимая Они играют ее чаще всего и, в общем-то, винрейт у нее на этой карте у Cloud9 очень неплохой Они играли, это я сейчас смотрю статистику у TSM по поводу Cloud9 скажу Что играли чаще всего эту карту с июля месяца, Cache И сыграли ее 29 раз, 18 раз выиграли Тогда как по TSM статистика чуть попозже, с августа, по-моему, месяца, если я не ошибаюсь У TSM в Cache сыграли всего-навсего 15 раз, правда, 11 раз выиграли Но в рамках фейсета, и тоже я, кстати, вот хотел сказать, что в рамках фейсета 16-14 TSM выиграли у Cloud9 Я, правда, не знаю, это в LAN стадии, можно посмотреть, но есть такая статистика У нас Натлинг тем временем поджимает мейн, забирает к Зипкса Но ребята из команды Team Solomit выходят в совсем другом направлении Это выход на б-плэн Скадудл пытается максимально долго жить за дальним ящиком на плэнте У него это почти получилось, но еще бы убивать кого-то было бы вообще шикарно В итоге заняли у нас сплэн Парни из команды Team Solomit, правда, нет абсолютно никаких гранат И парни из Team Solomit понимают, что нужно пропушить у нас хелпу В итоге получилось ее пропушить, но потеряли моментально двоих Фриказоид спрятался в нычке за углом и отстрелил своих соперников Тут у нас случайно Шунгар осоцеливает на Атлинга Девайс живет до конца на Вентруме И все-таки бомба будет разминирована Фриказоидом Отличная работа И это 1-0 в пользу Cloud9 Ну и знаешь, такая статистика, если честно, меня удивила 11 побед из 15, я думал, у Team Solomit все значительно хуже Но вот они, скажем так, чемпионы, возможно, и мира, да, Team Solomit То есть, хоть кэш и плохой, но все равно тягается Кстати, и зрители тоже в чате написали, что, мол, с Натиками тягаются, с Энвис тягаются Поэтому, как бы, американцев на кэше отдалить могут Ну, то есть тягаются на кэше именно с этими командами Да, но, опять же, Cloud9 это лучшая карта, сильнейшая И тем самым, я думаю, что мы можем ожидать очень много экшена и интересной игры на этой карте Да, однозначно, понимание наверняка на кэше у них значительно лучше, чем на оверпассе Плюс карта стрелковая, скажем так Поэтому я, возможно, отчасти ее тоже не люблю Потому что здесь порой нужно лоб-лоб идти и перестреливать своих соперников Там или на центре, например, эти войны постоянные, какие-то размены, если ты пытаешься его законтролить Или из мейна начинает кто-то вылетать, или тебе придется там вылетать за атаку Поэтому в этом плане, как бы, карта не для меня Но многие ее играют в последнее время Она является одной из самых популярных, посмотрим Шангарес забирает нас в Дюпри, погибает Девайс Гзипс делает ответ, но Шраут на пленте в прыжках с ОМПшкой наваливает Остается последний Кажум, один против троих И это, друзья, 2-0 в пользу команды Cloud9 Отличная работа, и счет становится у нас 2-0 Клауда пока уверенно демонстрирует игру И что, у нас сейчас у ТСМов первая попытка сломать сопротивление американское на этой карте Хотя оно не очень большое, но тем не менее, счет 2-0 уже есть предпосылки к тому, чтобы набрать больше раундов И Team Solomit начинает с того, что пытается агрессивно занять мидл С 1-0 с мухой Под флешку врывается у нас на Б И тут пропустили Кажумба, хорошая позиция У игрока атаки была, он сделал 1-1 Минус, и все неплохо 4 АК 47-х ОМПшка у Шрауда, Шенгарес с Эммчикой И ситуация 4-4 Но мне кажется, что в этом плане сейчас себя хорошо чувствует Team Solomit Потому что они убили одного В итоге какая-то позиция не прикрыта В частности, например, мидл И девайс через этот мидл пошел, 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 пошел И может сейчас зажимать Ну и многое зависит от Zipax'а, который здесь играет аккуратно По фрикозоиду попали серьезно на Апленте Он проверял коннектор, фрикозоид забирает в итоге хэшка девайса Но нужно выходить, нужно стреляться Прилетает четкая гранатка под игрока атаки И тут Шрауд с ОМПшкой просто из-за трактора Убил коннектор Минус Дюпри и Керриган Ситуация 1 в 3 Остается у нас Zipax на Апленте Бомбу можно подобрать Но Скадудл со Скаутом 3-0 Великолепно Великолепно И Cloud9 пока выглядит очень хорошо И видно, как рыба в воде себя чувствует на этой карте А ТСМы в поисках своей игры И в пистолетном, и в девайсном раунде Пока ничего не получилось у парней Но я думаю, что все еще впереди И вообще, в принципе, здесь карта позволяет играть Достаточно широко Достаточно раскованно за атаку Поэтому я думаю, что здесь маневра у датского коллектива Для того, чтобы выиграть эту карту еще хватит Сил Силушки богатырской Ну посмотрим Начинается с того, что делает минус Каджунт Посмотрим Может быть, хватит А может быть, нет У нас с МПшечки Шангар и Снатинг Есть темочка у Шрауда Хороший бай у команды Cloud9 Счет 3-0 За защитник только что Принципиально важный раунд Это был первый бай-раунд от команды Тим Соломит Все старались и хотели Но в итоге ничего не вышло А Тим Соломит продемонстрировали характер и волю к победе Ну а первые карты, напоминаю, у нас проиграли Как раз-таки Клауда И, естественно, если проиграет сейчас еще одну Придется не сладко Погибает у нас река Зор Счет 4-0 Ну и начинается еще один бай-раунд В исполнении двух коррективов Интересно сейчас, как будут действовать ТСМ Они уже делали раунд перед этим девайсом Когда они агрессивно занимали мидл И при этом был такой же агрессивный, можно сказать, выход на Б Одновременно практически И вот сейчас по ходу ТСМ По-моему, начинают делать раунд абсолютно так же Нет, просто агрессивно занимает мидл, Керриган сразу же минус шрауд Ну и 4 в 4 начинает зажимать у нас, ребята, из атаки Немножко коннектор, но вот Керригана наказывает Она приказывать никак не ждал здесь увидеть второго В итоге ситуация сравнивается А 3 в 3 у нас почему-то натонько остался с МПшкой Не самый хороший девайс, но у нас так игрок опытный Скажем так, будет пытаться сводить все свои прицелки к ближним дистанциям Но с другой стороны, особенно когда 3 в 3, ты не всегда себе можешь Скажем так, такую позицию выбрать Но занимает в итоге, скажем так, дефолт под вентиляцией Но, естественно, этот дефолт будет проверять террористы, которые будут сюда заходить Но многое здесь от Шангароса Он забирает Дюпри на центре очень вовремя И своевременно вышел у нас игрок защиты на эту точку И сумел сделать минус Девайс действует через вентиляцию И как раз таки сейчас мог бы забрать у нас натонько Но тот уходит глубоко на плент И вот, кстати, играет, ну, как надо Мне кажется, если он на пленте сейчас засядет за дальним Вовремя сделает стрейф и убьет Тут единственное, что может спасти сейчас атаку Это если натонько не вовремя, скажем так, выйдет Или атака зайдет просто максимально на шифте Но здесь на шифте особо никто не ходит Поэтому вот он, смачок на халку Натонь живет, выходит и все-таки не сумел Видите, МПшка на этой дистанции уже неэффективный девайс Тем более в голову он не попал 2 на 2, бомба будет установлена Многое зависит сейчас от игроков Защиты не справляются Забирает одного, но девайс включается Великолепно 4-1, Тим Саламид берут все-таки раунд за Теров Ну, тут, конечно, целиком и полностью, наверное, все-таки виноваты Клоуд Найн в том, что отдали этот раунд Мне кажется, что нужно было сыграть чуть-чуть по-другому Даже был бы натонь сейчас не с МПшкой, а с МК Опять он берет эту МПшку, кстати Но сейчас, может быть, денег не было У него ноль А была бы МК в прошлом раунде Он бы взял просто раунд Он бы убил того чувака Точно убил бы Вот и все Он выходил в бок Тот чувак не ждал И МК отдала бы ему этот фраг А МПшка не дала этот фраг Вот все Натонь в итоге с МПшкой Убил Кожумба Берет обратно калаш Тем временем девайса убили на мейне И если парни с командой Team Сломит, этот раунд проиграет Тогда будет беда под деньгам Да, у TSM сейчас уже ситуация 3 в 5 Очень сложно будет здесь что-то распетлять Классно расположены Вот видно, что Cloud9 знают, как играть за защиту На этой карте И я смотрю, вот как они двигаются Слежу за игроками В целом мне нравится То есть сейчас, например, они отдали полностью мид И интересно, как будут дальше действовать Как раз TSM выходит в мидл И это будет сплит А через мейн И через мидл Икзипекс откидывает у нас гранаты на мейне И тут на шефте действует Team Solomit Через центр как раз И фриказует очень вовремя Выходит в спину к своим соперникам Но икзипекс остается 1 и 5 Выходит на мидл, пытается А иметь и погибает Это пятый для команды Cloud9 И денег у команды Team Solomit совсем нет Четко, я как раз смотрел на карту Как расположены 5 игроков В Cloud9 сместился Хелпующий на B Было 2 закрыто на B И 3 на A Я не мог понять, как они отдали мидл Как они будут это разруливать А оказалось, потом у меня включился кодудло У него просто АВП Он сидит с плента А И достаточно легко себе чекает мидл И у TSM-ов, на самом деле, в том Варианте шансов было немного Экораунд на А Тут прием от Шонгара за эфриказоидов Все четко для Cloud9 И набирают, набирают Тихонько начинают доминировать Американцы Действительно, вот парни смотрятся Четко на этой карте Четко двигаются Все у них четко Приятно за ними наблюдать По крайней мере Вот первую половину Сейчас осмысленно хорошая игра Все четко И у TSM-ов ничего пока не получается И, кстати, у нас 2 АВП уже у Cloud9 Интересно, как TSM-ы будут действовать В таком случае Если они вычислят, что 2 АВП И как они будут двигаться На какую точку заходить Но здесь очень глупо умирает Шрауд вообще без хелпы А при том, что там 3 человека У Cloud9 было в мидле Только я парней похвалил Ну вот, может, Фриказоид сейчас играет Он, смотри, за предсрочкой стоит Его никто не видит И вовремя должен просто Сейчас обезвредить Одного на коннекторе Выйти дальше И еще один килл сделать Пока что делает один минус Дюпри погибает Фриказоид отпускает своих оппонентов На АВП И тут Шангареса ловят под девяткой Погибает у нас капитан команды Cloud9 Пытается Скадудл вычислять Но, по-моему, потрачено 4 в 2 И отбивать Б парни с команды Cloud9 Они будут Второй возьмут Тим Соломит Ну и вот минус таких Закупов Когда в команде 2 АВП в защите Что Нужно сразу же Принимать на убой Потому что Если не выйдет Принять сразу Потом придется Выбивать плент с АВП Это будет Проблематично Ну и В конечном итоге Здесь классно действовали ТСМ Они заняли Мидл Навязали борьбу Сделали там 2 минуса И в конечном итоге Сместились очень быстро На Б Сделали опять же Рабочие минуса Ну и вот Как мы видим Чем это все закончилось Для клаудов Даже Не получилось Засевить 2 девайса Только я похвалил парней За дефенс Как тут же Произошел небольшой фейл Но, к слову Деньги есть За защиту И клауда Сейчас будут пытаться Все-таки Не отдать Много раундов ТСМ Ну и будем надеяться Что ТСМ Как-то Проанализировали Игру соперника И будут Набирать раунды Ну и тут Сейчас Тим Соломит Нужно брать Как минимум Этот Ибо Все-таки Хорошо, что они берут Скажем так Периодически По раунду Но все это Может сказаться Крайне плохо Потому что Клауд Найн Выбрали Кэш своей карты За атаку Они играть умеют И все-таки Если все закончится Со счетом там 11.4 или 12.3 В пользу Клауд Найн Мне кажется Кэш действительно Уйдет в копилку Американцев Пока что Потеряет девайса Фриказоид заходит В вентиляцию Спину Кожумбу Даже не знаю Как так получилось Видимо подсадку Ааа Подсадку делали У нас Тим Соломит Кстати Интересное решение Занять Вентрум Подсадиться И оцеливать Оттуда Мидл Но при этом Фриказоид был К этому готов Шангар Оцеливает Одного из соперников Остается Керриган Вместе с Зипксом Вдвоем Против пятерых И по-моему Нифига Керриган с ВП Смотрит ангар Оп Где Классно мансуют У нас там Шраут Попал Кстати Керриган Прострелил С ВП Только что С своего соперника Но 40 секунд Нужно уходить Его пытаются догнать Конечно же Парни с команды Клауд Найн Керриган Оцеливается Но все-таки Со всех сторон Замуровали демоны И кричит Керриган Это 7-2 Ну фактически 5-0 Взяли раунд Уже Керригана Когда загоняли Он убил Последнего Своего Забрал с собой Но четко Обороняется В Клауд Найн Сделали Какие-то Видимо Выводы Из предыдущего Раунда Но и ТСМ Вынуждены Как мы видим Сейчас играть С Галилом Два Тека Два АКМ И есть Небольшие Финансовые проблемы Испытывают Датчанин Занимает Опять агрессивно Мидл Я смотрю Уже который раз Строит свою Атаку На этой карте ТСМ Через мидл Скадуду у нас Находится на центре Готов оцелевать Мидл Тем временем Шингарас Чаркает из вентиляции Точнее Из Вентрума Вентиляцию Получает Керриган гранату Ну и Такой интересный Волевой бай Если честно От команды Тим Соломит Ребята из команды Клауд Найн Возможно Даже не ждали Этого Из-за этого Сейчас терпим Проблемы Девайс находит На шраудах В дверях А Плент открыт И интересное решение Все-таки Этим Соломит Волевушечка Проходит Ну как раз таки Когда все идет не так На чужой карте Может и нужно так действовать И это Приносит свои плоды Nothing Забирает Кажумба Погибает в Зипекс Не все потеряно Далеко не все Бомба будет установлена Очень плохо И если Убьют Дюпри Пройдут на Плент Тогда может быть Но Дюпри выживает А однако Девайс погибает Узли трактора Отличная работа От Скадудла Остается один Дюпри Против двоих соперников Что на коннекторе есть оппонент Забирает Шангара Сойдет на мейн Там красный Nothing Неужели Дюпри Затащит раунд И сделает квадрокилл В этом раунде На шифте Но это Дюпри Великолепная работа Третий для команды Тим Соломит И как же этот раунд Проехался По экономике Команды Клауд Найн Теперь американцы Вынуждены делать эко И возможно Тим Соломит Возьмут 4 А там еще не все потеряно Будет на счет 7-4 И еще 4 останется Крутая игра Дюпри И конечно же Просто можно сказать Что либо не фарт Либо непонимание ситуации От Клауд Найн И собственно Они поплатились За это Дюпри врывается в мидл Тут уже Ой-ой-ой Ой-ой-ой Что происходит Проблемы у Тим Соломит 4 в 2 Просто эко раунд Отыгрывают сейчас Клауда Куда же вы лезете Не лезьте дальше Отлично Отлично Лезьте Лезьте дальше Все Остается девайс 1 в 3 с АВП И с бомбой О-ло-ло О-ло-ло Ну вот такой вот фейл Теперь от Тим Соломит Помнишь У нас первая игра Славилась такими провалами От команды CLG Вот теперь Тим Соломит Допускает нечто подобное А это уже Мировой топ Но правда На карте ДКэш Великолепная работа От Клауд Найн Затащили просто Эко 8-3 И все эти старания Все то что придумывали Тим Соломит В позапрошлом Ну просто Кануло в лет Просто все Восемь На смарку Все на смарку Вся работа на смарку Денег нету Клауд Найн Берут важнейшее Для себя эко После того как Отдали раунд Предыдущий Просели по экономике И сейчас Такой себе Мини камбэк Притом это Особенно приятно Потому что это Эко раунд Ну и ДСМ Немножко потеряны Сейчас Конечно же Сложно будет После такого Собрать раму Но Они профессионалы Они должны конечно Все делать Уметь собирать И раму И конструктор лего Ну тут пистолеты Не знаю Посмотрим Дюбри пока что Работает у нас на медле Готов оцеливать центр Бомба лежит Минус к Эрикам Минус к Дипокс И Дюбри тоже пал Это Девятый Для клаудов И пока что Американцы смотрятся Очень круто Железобетонный диффенс На своей карте Великолепная работа Оверпасс проиграли Но при этом отвечают И возможно Нас здесь ждет Заруба на Дасти 2 Это Третья карта Если что Если что Даст 2 Сильнейшая карта У ТСМ Ну к слову И Клауд Найн Ее умеет играть Но просто ТСМ Она топ в пике И топ Топ-топ Но кстати Она такая же Если честно У топ-топ У Клауд Найн Тоже Как бы кэш И Дюбри На кэш Наверное сильнее Но опять же Наверное за счет того Что у соперника Часто этот кэш Слабенький А вот Дюбри Американцы Ну летом этого года Точно играли Очень классно Там зарубы были страшные Фриказой Там на гусе Помню крысил Против Нави По три Просто клал за раз Посмотрим Два раунда остается Естественно согласен Что у тебя с Team Solomit Даст 2 тоже Ну тут будет просто Интересный матч Очень интересный И как бы хотелось бы Все-таки Чтобы Даст 2 был Да и Предыдущий матч У нас тоже был Достаточно интересный Достаточно динамичный Но здесь вот Все-таки Видна разница В классе Обоих команд Да То есть И G2 Нельзя сравнивать С ТСМами Ну и конечно Клауд 9 Силджи Быстро Под флешку Решили действовать Парни с команд Team Solomit Но флешку в ответ Откидывают Ребята из Клауд 9 Но какие-то Нелепые гранаты Просто летят Потом от клаудов В итоге врываются Team Solomit В цена Точку B И рискую сейчас Ошибиться Парни с C9 И может быть Отдадут Еще один плохой бай Кадуду остается Один против троих Ну и как бы Клауда взяли Тот плохой бай Сами Но при этом Мне кажется Из трех раундов Которые Team Solomit Возьмут Точнее даже четверых Если сейчас Кадудул Не затащит Один в два То ТСМ Возьмут Три плохих бая Друзья Ну смотрим Скадудул Действует на девятке Не все потеряно Бомба будет установлена Но не спешат У нас Team Solomit И отстреливают Соперника Великолепная работа 10-4 Этот раунд Не сильно влияет На экономику Клоуд 9 Как мы видим Но просто Неприятно Отдавать такой Пограничный бай Если можно так сказать Когда У твоего оппонента Совсем Не Не Ну как бы С9 Играет настолько Хорошо Что Если бы не эти раунды Тут вообще 14-1 Мог бы быть счет Да Кстати да Счет был бы намного больше И Как бы С одной стороны круто С другой стороны нет Фриказоид Действует под смок Своего оппонента Но при этом Кзипекс готов Таким уловочком Не раз против него Видимо залазил Игрок защиты Смок на мейн И в итоге справился Кзипекс Начинается Раскидочка Пока что По моему Не торопится выходить Ребята из Тим Соломит Нет выходят Шраут погибает за трактором Остается с коду Даладин на пленте Пока что играет На стандарте с АВП Отстреливает у нас Одного из соперников Но моментально Отъезжает Кзипекс сделает свой килл Натлинг врывается Под флешки Идет под смок Пытается Залезть на удобную текстуру Но тут все таки Все во вражеских гранатах И Натлинг Ничего пока что не видит Прилетает трехочковая Шингарес У капитан команды Натлинг Извините Капитан команды Ну все неплохо Если смотреть на то Что было Было все печально Тим Соломит Смотрелись неуверенно Но при этом Пять своих забрали И если Датчане Сейчас продемонстрируют Хороший дефенс Возьмут пистолеты То и кэш Заберут Да Но мне Почему-то Кажется Что все таки На кэше Не так легко Играть за дефенс Ну То есть Я больше склонен Полагать Что атака здесь Не Ну наверное Не знаю Спорный вопрос На самом деле Тут все сейчас Будет зависеть Естественно Понятно От пистолетов В первую очередь Для клоудов Ну и вообще Насколько они готовы Вот Играть технически Подкованные Технически Играть За атаку Кэша Поскольку Если это у них Лучшая карта То скорее всего Так и есть Интересный раунд Смотрите Сразу в мейне Спалился Насинг Теперь выходит Через дверь Клоудам Под гранаты Девайс Что он стал Что он попал Просто Это жесть Это лол просто Тут нельзя Не сдержать эмоции Прошу прощения Остается у нас на плейнте Один из игроков Защиты Это Керриган Пытается найти За трактором Своего оппонента Тут уже никого нету Два человека Атаки Зажаты в смоках На плейнте Скадудл Твори чудеса Забрал Кожумба Великолепно Керриган Пытается ответить Ну и Неплохо сыграли Американцы Чтобы не попал Девайс Они сражаются До конца Скадудл Попадает в ответ Тоже делает Минус 3 Керриган Один в итоге На мейне У нас очень красный Шрауд Ставит плент Керриган Меняет место Воспложения Играет возле Трактора О нем пока что Не знает Он выходит Слятся с Скадудлом Не аимет Играет аккуратно Теперь Шрауд Его слышит Нет диффузов Патроны заканчиваются Пытается Скадудл Великолепно Минус 4 Ответ Вот такой вот Достойный Девайсу Но Девайс Конечно Просто невероятный Хэт попал Двери открывались Он уходил за трактор Пустил просто Патрон на ходу И попал Хэтшот Как такое возможно Я не знаю Но этот Девайс Один из лучших в мире Стрелков 11.5 Поздравляем команду Клауд Найн Несмотря на то Что Девайс поставил Невероятные фраги Скадудл сумел Взять себя в руки И точно так же В ответ повесил Уже оставшимся Игрокам команды Тим Соломит Скадудл Забирает у нас Девайса Очень уверенная игра Все таки от Клауд Найн На кэше И если Сейчас возьмут Второй, третий Первый бай Песенка команды Тим Соломит Будет спета Кажум погибает Ситуация 3 в 4 Nothing действует У нас За дверью Ну а дальше Что что А дальше 3 в 4 Шангарес умирает Великолепная работа Дюпри погибает На ангаре Ситуация 2 Нет 1 Нет 1 в 3 Кэрриган Играет с 5-7 И тоже умирает 12-5 В пользу Клауд Найн Ну Клауда все правильно Делает Наверное В общем-то Мне кажется Когда ты играешь Против экораунда Нужно занимать Мидл И там сразу же Отталкиваться После После этого Отталкиваться От инфы Которая есть И заходить на Какой-либо Из плентов Тут в общем-то Вопросов нету Но конечно Этот пистолетный Он прям стоит Перед глазами Вот можно Шифровать Можно Делать все что угодно Изобретать тактики Смотреть демки Но При этом Просто можно быть Девайсом Поставить 3 хедшота И Поставить крест Вообще в принципе На пистолетном раунде В таком случае Довольно таки успешно Клауда заходят на Б Здесь остается У нас уже 2 человека У ТСМ Кзипнекс и Девайс Парни будут пытаться Просто размуть Какой-нибудь себе Девайс Пострелять Автомат Калашникова Было бы неплохо Найти Это максимум Задача для УСПА В этом раунде Но не фрага Врагу Решили Клауд Найн Четко законтролили Антиэко раунд И 13.5 Выходят на Хороший счет Для себя Американцы И у Тим Соломит Сейчас будет Первый Девайсный раунд Закупились под ноль Только 50 долларов У Девайса Осталось на Таблетки Ну что ж Смотрим Судя Скажем так По счету Это Так называемый Лашчанс Для команды Тим Соломит Понятно Что еще Через 1 Смогут Через 2 Но не факт Скадудло Забирает Дюпри Тут случайно Скадудло Приговорил Так же Своего Тим Соломит Фрикозоида Может быть Может быть Может быть Даже видели Его дуло В вентиле Хотя Сомнительно Туда пока что Не устремлены Взоры Команды Клауд 9 Оп Что-то у меня Пролагало Все Неужели Неужели Это тот самый Лак Ну сомневаюсь Сомневаюсь Зипекс Играет у нас На пленте Погибает От Натинга Натинг Будет Сейчас тащить Раунд со своим тиммейтом Оп Девайс подловил Оппонента Ну и теперь опять Все зависит от Скадудла Как он сыграет 47 хп у нас У американца Играет аккуратно На шрифте Чекает плент Тут никого нету Вот справа От него находится Девайс И возможно Скадудл затащит Девайс сейчас Пойдет И кажум Прилетает Стрехочковый Великолепная работа Это 6-ой Тим Соломит Но все Два человека Выжило Обеспечивают Своих тиммейтов Дропами И еще Наверное тяжелее Раунд для Тим Соломит Сейчас предстоит Потому что бомба стояла У американца Будет полноценный Хороший бай Неплохо Захолдили Клауда В итоге Перетянулись на Б И в ситуации 2 на 2 Немножко не повезло Ну нужно отдать Тим Соломит Они борются Они сдаются И Клауда Сейчас сделают бай И будет опять же Один следующий раунд В котором нужно потеть Который нужно брать По любому ТСМ Если они хотят Выграть И вообще продолжить Свою серию Победную Было бы неплохо Сейчас законтролить И тем более Как мы видим по экономике Если возьмут этот раунд То у Клаудов Будет Следующий Эко Шрауд Шрауд играет СК 47 Шангарес Приказует Наттинг Скадудл с АВП Ситуация 5 в 5 Бомба лежит У нас Дефолтная игра Тим Соломит Шрауд 36 Ну и Один всего лишь игрок Команды Тим Соломит Принимает центр Но пока что Никто никуда не вылазит И Горигана Не пытается стрелить Холд Клаудов В принципе им виднее Минута до конца Кэш Это одна из самых сильных Хэх-карт Расконтролить Выйти И затащить Такой вот план у команды Клаудмайн Пока что Шангарес Напрягает людей Под Б-плентом Создает видимость Своего присутствия Но остальные Ребята Совсем Противоположным направлением Действуют И совсем скоро Будут выходить Судя по всему На А-плент Потребился Шрауд Моментально его Приговорили в дверях Бомба лежит у нас Узле мейна Скадудл ловит флешку Будет отстреливать Дальние ящики Но никто у команды Соломит не выходит Ну и Натанг Решил пойти сам на центр Но центр Прикрывает практически Три человека Один вентиляция Один за пристройкой Натангу нужно Срочно уходить Пока на него не вышли И он вот как-то Это понял Хотя нет Или не понял Пошел дальше Замечает одного из оппонентов На коннекторе Пытается отстрелить Выходит вовремя Опять Кожумп из вентиля И делает свой минус Шангарес получает инфу Что один вентиль Но при этом Два человека У команды Клауднайн Всего лишь остается Шангарес Идет аккуратно Вентрум Получает немножко Прострелом Разворот Минус Дюпри А можно приговорить Сейчас вентиляцию Спрейп Кожумба Но вот если бы Немножко получше Сейчас аимил у нас Капитан команды Тогда было бы Все супер Для команды Клауднайн И возможно бы Парни заточили раунд Потому что на Бэп-планете Уже никого не было Ну а так Тринадцать Дорогие друзья Семь Тут создали проблемы ТСМ в мидле Для Клаудов Они не дали им занять Мидл Всю дорогу контролировали Керриган сидел За пристройкой Чел был на халпе За белым И фактически Клауда были Отрезаны от мидла Плюс бомба Лежала далеко Когда там Натхинг работал в мидле Он То ли не знал То ли сами Клауда не видели По-моему сейчас Быстрый раунд От Клаудов На А Три плюс два Через мейны двери Играют Американцы И скорее всего Сейчас будет прям выход Прям вот-вот Ну решили Так по-быреньке По-быренько сыграть Клауда Судя по всему Подходит Они под мейн Получили какой-то смок И видимо из этого смока Отменили свою тактику Ну в принципе Стандартный смочок Который кладут Абсолютно все Игроки И тут Дивайсу положили Хороший коктейль молотова В итоге пришлось Тушить по-моему тиммейта Дивайс забирает Натхингами На Шангарес Хорошая работа Тем временем Керриган погибает Но при этом Три человек У команды Тим Соломит Принимает Бэпленд Ну и Тим Соломит Очень серьезно Настроен Если честно Они судя по всему Хотят очень сильно Затащить эту карту И не допустить Даст 2 Потому что видимо Осознают Что на дасте Могут начаться Проблемы Причем довольно таки Серьезные В итоге денег У команды Клауднайн нету Приделся делать Яка И видимо Тим Соломит Возьмут девятый Хотя в этом Кэше Мы уже По-моему Три или четыре раза Наверное четыре Видели Плохих Акабая Как в защите Так и за атаку Эти команды Справлялись И брали Поэтому Однозначно Говорить Здесь не приходится К сожалению Для клаудов Они отдали Ой Как неплохо Начинается Здесь Шалт Делает минус Кэрриган Тут же отвечает Дюпри И не спешат Сейчас клауда Nothing перед Б Возможно будет Нет Все таки Его законтролили Вдвое поджали Дюпри с Каюнбом Отличная игра И сейчас на А Выходят втроем На одного Кзипникса Можно поставить Бобу Делает минус Кадуду Тут же подтягивается На халку Девайс Делает два минуса Фриказоет Очень четко Отыгрывает Здесь девайс И делает Третий минус Клауд 9 Вот плохо Для клаудов То что они Отпустили Сейчас ТСМ По экономике И дали Набрать им Раундов Пауза Паузу Просят Притом Пишут Пишут Паузу ТСМ Вряд ли им Нужна сейчас Тактическая Пауза Скорее всего Какие-то наверное Проблемы Лакс Хвррн Лакс Не обращайте внимания У нас лаги Но при этом Вылетает все-таки Керриган А Рестарт СС То есть Уже лаги Скажем так Прекратились Поэтому Написал Не обращайте Сейчас Перезайти Так Странный Какой-то вопрос От админа Что такое Place Админ Спрашивает Nobody Is even running Place Не знаю Как это перевести Никто Отсюда не уйдет Может быть Нам чат Поможет Но в итоге Перезаходит У нас один Из игроков Команды Дим Соломит И мы ждем Пока Разрешится Этот вопрос А у меня На мониторе Я прочитал НВМ Как прочитал Хврым А на самом деле Просто дети Банан ели И осталось Пятнышко Как раз На букве М И получилось Что РН Я не совсем Понял Вообще Есть целая Для тех Кто не знает Есть целая Азбука На эту тему На тему сокращений Смайликов И всего остального Поэтому В общем-то Рекомендую К изучению Для того Чтобы на будущее Знать Например Что такое Хвшу Ну и начинается Ну и начинается У нас Еще один раунд Хороший Бай от обеих Команд Возвращается У нас Керриган Деньги Возвращают Все хорошо Давайте Смотреть В принципе У меня такое мнение Что команда Cloud9 По-моему Могла уже Израсходовать Весь Свой запас Каких-то Тактических Заготовок Или наоборот Еще не делала Что-то особенькое Особенное Что она готовила К этому турниру Возможно И пыталась Скажем так Тим Суламид Переехать Уже вот тем Что Ну Простое Да Тем что Эффективное Простое Но не получилось И соответственно Сейчас нужно Что-то придумать Такое Чем можно Все-таки взять 14, 15, 16 Потому что В принципе Команда Тим Суламид Очень жесткая Экономика у них Хорошая И у них есть Запас Небольшой То есть даже Если отдадут Сейчас 14 Клоудам Все равно Будут тащить Все равно Будут стараться Поэтому Клоуда Себя поставили В крайне Тяжелое положение Если честно Не взяв Вот поначалу Те самые важные Раунды Натанг Находит у нас Девайса Прячется Который Прячется Не очень хорошо На центре Кожумба Натанг Оцеливает вентиляцию Теперь Натанг Понимает Что здесь Значит подсадочка Идет почему-то Дальше Погибает Дюпри Он получает информацию Парни из команды Клауд Найн Дюпри играет агрессивно Пытается сейчас Разложить двоих оппонентов Остреливает Шангараса Приходит к нему К Зипокс Великолепная работа Дюпри Скадудл Промахнулся С ВП Взял нож Пытался резать И не судьба Шрауд Один против троих Попытается разрулить Ребята из команды Клауд Найн Судя по всему На ровном месте Отдают преимущество Три в пяти И еще самое главное Да Вот многие из вас подумают Что тиммейты Скажем так Натинга А на самом деле Вот Натинг Убил двоих Зачем идти Отыграй на верочку Вы же играете У вас же сейчас Каждый раунд на счету То есть Сейчас вот Своей игрой Вот в каких-то Даже микро Ситуациях Клауда Загоняет себя В сложную ситуацию Ну В ситуациях Сложную ситуацию Умеется ввиду Сложное положение У них Реально Они отдали инициативу Отдали деньги Ну и все И ТСМ Сейчас даже Психологическое преимущество Как минимум На их стороне Несмотря на то Что счет 13-10 Они взяли подряд 5 раундов Девайс в итоге Работает В нычке Возле мейна Тем временем Фриказоид готов Его отстреливать Ну Очень сомнительно Сыграл Ну как бы Убил двоих Красавчик И Многие его похвалят Но если честно Из-за него Отчасти этот раунд Уже развалился Как бы Потому что Тут нужно было Просто выжить И не ломиться дальше Дождаться всех И уже тогда Зажимать Какую-то из точек Ну поторопились То есть Против команды Тим Соломит Так нельзя играть Очень просто Сделал два И пошел в ту точку Ну а Тим Соломит Стянулась и приняла Потому что Стрельба очень хорошая Тут Индивидуально Настолько играет Грамотно парни Из команды Тим Соломит Что на себе Могут держать В принципе Какие-то участки И в меньшинстве На большинство Почему бы и нет То есть Дюпри себя там Комфортно чувствует Под вентиляцией Его можно было убить Только если бы Синхронно И вентиляция работала И люди под Б Ну а тут Получился явно Рассинхрон И еще и Хилпа подошла Дюпри Эрриган Оценивает у нас Натанга Ситуация 4 в 5 Мейн будет выходить И Опять Ребята из команды Тим Соломит Все ждут Все читают Девайс падает У нас под трактор Забирает одного Второго Расконтролил неплохо Свой зажим Остается последний Шраут против всех 13-11 Еще Одно фиаско Потерпели парни Из команды Тим Соломит Из команды Клауднайн И Шингар Стоит паузу Это уже тактическая Да Он даже об этом Явно написал Это тактическая пауза Летят Ребята из команды Клауднайн И У их болельщиков Горят Места Летят Гуси Я тебе скажу Что вот я смотрю За ТСМами Они сейчас читают Клаудов Полностью Еще нужно отдать Должное клаудам Которые играют так Что их просто Невозможно не читать Они настолько Прямолинейно действуют То есть Керриган закрывает В медле чела Они тут же Инста выходят Через Мейн И двери там Пытаются сплисовать А На А уже При этом сидит Два человека Это кроме Керригана Который в медле Еще будет саппортить Там При этом что Мидл нету выхода То есть Клауда были Со стороны Б Они перетягивались Через мидл Потом выходили Через мейн Абсолютно закрыто То есть Такое ощущение Что у клаудов Вот не получается играть И они вот Не знают что делать Как дальше действовать И они закрылись В себе И у них просто Вот они куда не сунутся Им там надавали леща Там дали леща Там леща Все Игра закончилась И Если посмотреть на счет То пацаны взяли Пистолетный И шесть раундов подряд На девайсах Вообще ничего не показывает Абсолютно Атака Не получается У американцев Сейчас И как следствие Тактическая пауза И вот это преимущество Был счет Был Тринадцать Шесть Если я не ошибаюсь Да Тим Суламид Закомбетчить На этой карте Но Не нужно отчаиваться Дорогие зрители Те ребята Которые поставили на команду Клоуд 9 Те ребята Которые ждут Даст 2 Все Возможно Еще получится У нас Пауза отжимается Пошла игра Дезерт иглы Глоки Все 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 Клоуда Ну Видимо От АВП Сейчас хотят сыграть От раскидок Потому что У них Из-за того Что проигрыш Уже С какие раундов Шести подряд Это 3 500 Почти всегда Плюс деньги Которые они Собирают за счет фрагов Поэтому Скажем так Всегда есть на Галилы Всегда есть Возможно на Калаш с Армором Или на Галилы С раскидкой Так и с раскидкой Но они решили Сейчас сыграть с АВП И вот интересно Сколько снайперских винтовок Возьмут сейчас У нас Клоуда Я думаю Что 2 Как ты считаешь Алексей Я считаю Что если они возьмут 2 То они точно Эту игру проиграют В принципе Я не вижу смысла В двух снайперских винтовках Абсолютно Только в том случае Если они Кардинально Сейчас решат Поменять свою атаку И перестроят тактику Под 2 АВП И будут делать Какие-то такие вещи Которые Ну прям Вообще Никто не ожидает В том числе ТСМ Мне кажется Что больше Эта эко Связана с тем Чтобы уже До конца встречи Не делать эко То есть Сейчас они делают Отбай Видишь Одно Все-таки АВП И уже до конца Игры По идее Они не будут Делать Эко-раунды В случае Скорее всего В следующем раунде Точно не будет Плюс Если будут ставить Бомбы То конечно Тут ты абсолютно Оказался прав Нет у нас Двух снайперских винтовок Хотя 2 АВП У Тим Солумиты Скажем так Может быть Чтобы их отстрелить Был бы в этом резон Но посмотрим В принципе Имея Одного сильного снайпера Можно Хорошенечко поработать От среди Дюпри и Керриган Тем более Дюпри у нас Хоть и является Крутым игроком Но естественно Снайпер он Не такой крутой Как Ну тот же Скадукл Например Именно если брать Его игру с АВП Шингарас Играет нас на хаешке Откидывает Гранатки Ну пока я не вижу Ничего кардинально нового Они также занимаются Дефолтом Правда вот действует Сейчас меньше на мейне Видимо за центр Будут воевать Ну и за центр Отвечает нас Керриган Со снайперской винтовкой И вот сразу Какой-то рассинхрон Нет у нас размена Центр И вроде как Успешный Но при этом Потеряли одного Тиммейта И как бы Если так терять постоянно На каких-то точках Куда ты хочешь выходить Тогда все будет плохо Потому что Следующий выход Уже идет на плент И если ты потеряешь Опять одного То уже 3 в 5 Расклады И крайне тяжелая ситуация В любом случае Для команды Клауд Найн Эээ да Посмотрим Керриган С АВП на пленте Тем временем Зажим у нас Б плента Дюпри Ошибается Вот он Дюпри с АВП Это Зипекс пришел на помощь Собирает Шангареса Неплохо Сработал Зипекс Непонятно Действительно Зачем у нас Поломился Шангарес На эту точку Но видимо Он не думал Что здесь будет Настолько много Как только Антим Суламид И уже Пришли все Почему-то Очень медленно Заходят у нас Клауда на эту точку Десятая секунда Бомба будет установлена Шраут под девяткой Кроет в спину Прилетает флешка Шраут слепой И Клауда Отдают 13-13 Почему так долго Они не заходили Я не знаю А здесь как бы Шраут полетел Капитан команды Но при этом Не сказал слова Там Гоу-гоу-гоу Как в американцев Ну да Не сказал Ах, ну заходим Дело в том Что вообще Я смотрел на передвижение Клаудов По карте Они вот заняли Мидл И в конечном итоге Задумка Свелась к тому Что выходили Два с винта Упали в винтрум И два заходили с Б Классно Все получилось Они сделали Минуса Они в конечном итоге Зашли 4 на 3 Остались живые Но при этом Вот абсолютно Непонятная смерть Шон Гарреса Который побежал Сдох просто Я по другому Это назвать не могу И Просто вот Я не знаю В клатче 3 на 3 То ли не повезло То ли ТСМ Просто уже не остановить В конечном итоге Раунд отдали Но задумка была неплохая У Клаудов В принципе Она даже получилась Все было неплохо Но Да В итоге В следующем раунде Бомба стояла Был бай И мы Рассуждали Ну тот раунд Был знаковый Просто Это был знаковый Просто раунд Тут нельзя было Не обсудить его Поэтому Все плохо У команды Клауд Наверное Они приплыли 14-13 Скажем так Экономика есть Но понимания Того что нужно делать Нету За атаку Тим Соломит Демонстрирует Очень крутой диффенс Все таки Топовая европейская команда Команда Которая входит В великую тройку По моему мнению Вместе с Энвиас И там Фнатик Виртус Про Опять же Не знаю Кто кого сильнее Но то что Тим Соломит Энвиас Должны быть Сейчас В самом топе Это точно А вот Фнатики Все таки Посмотрим Через 2 недели Я узнал Когда у нас будет ЕСРЕСЭ Финалы 10-13 Декабря Собственно Вот в эти дни У нас И произойдет Дебют команды Фнатик На первом крупном Лане Приказует Находит Девайса Подловили за трактором Начинают В большинстве Наконец-таки Клоуда Ну и что Сумеют лишь Ангарос Минус Дюпри Великолепно В большинстве У нас Американцы Не торопятся Уже похвально Соответственно Нужно просто Собраться И выбрать Грамотную точку А лучше Пошуметь Где-то на одной Не отдаться И выйти на другую Как-то так сыграть Посмотрим Ребят с Команда Тим Соломит Решили угадать Дипкс Находится На коннектор Прилетает Смог Откидывает Коктейль Молотова В двери Соответственно Под это Все можно Принимать Мейн Оп Керриган Замечает Оппонента Скадудл погиб Опять нет Размена И Сейчас Если Керриган Еще одного хлопнет Будет все Печально Керриган На пленте Оп Видит центр Но Шангара Забирает Дипкса Великолепно Керриган Один на пленте Тут уже Наверное Капитан команды Кричит Мол Что вы делаете Зажимайте Уже Одного И Все Таки Сумели Наконец Таки Справиться Великолепная Работа 14 14 Если Кажум Сейчас Не затащит Но Видимо Он пойдет До конца Потому что Денег В принципе Ой-ой-ой Как много Тут смысла Сейви нету А вот Сейчас Показать Демки Мувики Стоит Да А Керриган Стоит Посередине Планета И кричит Помогите Спасите Шонгарос Кричит Да Убейте Его Да Зажмите Его Этот Кричит Помогите Спасите Ну Там Шансов Говорит Подождите Я В спину Иду Живи Живи Братюнь Живи Ну Кстати Не знаю Зачем Он Сейвит Все-таки Пошел бы До конца Денег Действительно Крайне Много Здесь Ну Стоило Как-то Побороться Ну Мало Ли Понятно Что Шанс С другой С другой стороны Отстрелил Двоих И сейчас Видишь Денег Немного Раскидки Нет Раскидки Нет Может быть Тут он Прав То есть Он Отстрелил Двоих Оппонентов И Сейчас Оставил Без Раскидки Особо Фриказоид Покупает Шингарос Дым Флешка Калаш У Натанга Калаш Шрауда И Скадудл Думает То есть Тут Вообще Подобрал То есть Две Раскидки Три Раскидки Два Человека Без Денег Ну Это Ключевой Раунд Ребят Если Тим Соломит Тащит 15 Это ГГ Вп В их Пользу Потому Что Там Будет По Полторухе На Брата У команды Клауд Найн И Шингары Забирает Опять Дю При Ошибается У нас Один из Лидеров Команды Тим Соломит Уже Который Раз У команды Из Дании И Что творит Бомба У него Если Сейчас Ивент Рум Удастся Отстрелить Все Будет Вообще Жестко Прилетает Флешка Керриган Под Нее Не Сыграл И Кстати Игроки Атаки Под Нее Тоже Не Сыграли Керриган Пойдет Смог Что Творит Керриган Он Убивает Еще Одного Керриган Остается Один На Один Хватает Коллаж Найн Шраунд Идет На Керриган Жмет И Все Так Этот Раунд Берет Шраунд Великолепная Игра От Керригана Просто Жесть Но Американцы Берут 15 Слушай Ну Если Б Он Убил Пятого Я Б Просто Проглотил Микрофон Потому Что Ну Они Так Вообще Ну Я Не Знаю Он Конечно Сыграл По Царски Сыграл Просто Как Царь Всех Закопал Но Последнего Он Два Раунда Да Все Таким Парни Почувствовали Что Подступило И Начали Показывать Интересную Игру Пушат Сейчас А Делают Минус Сразу Свою Пользу Оло Просто ТСМ Вообще Имели Возможную Отличную Возможность Выиграть Эту Карту И Сейчас Все Остается Шраунд Делает Кил И Все Таки Клоу Да Побеждают Это Просто Жесть На Какой Морали На Какой Воле Какие Хедшоты Они Ставили Красава Керриган Красава ТСМ ТСМ Какой-то Рок Если честно Против Жестких Команд На Карте Дэкэш Просто Жесть Можем Посмотреть Этот Раунд В повторе Последний Можем Послушать Эти Крики Смотрите Как там Кричит Публика Просто USA USA Невероятно Тяжело Играть Наверное Тим Соломит В этом Все Но Ребята Справляются Один Один Третья карта Да Третья карта У нас Даст Два Тим Соломит Готовы Естественно И одни И вторые Но тут Будет Заруба На все Деньги Как говорится Просто 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 Чудесная Не уходить Дорогие Зрители Деньги